Знакомство с культурой, обычаями, национальным орнаментом здесь в Центре образования начали уже с порога. Сегодня учебное заведение на несколько часов погрузится в обсуждение одной из основных тем, волнующих Министерство просвещения страны. Сохранение языков народов России в системе общего образования в рамках семинара-совещания. О значимом проекте охотно рассказывает почетный гость встречи, руководитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Проведение семинаров-совещаний – это большой проект Министерства просвещения, в котором мы, Национальная родительская ассоциация, участвуем как соисполнители. Они намечены в течение трех лет во всех федеральных округах. В прошлом году среди этих округов были Дальневосточные, Сибирские и Уральские округа, а в этом году у нас Северный Кавказ, Южный округ и Приволжский округ. Несмотря на то, что тема семинара – развитие и сохранение языков народов России, цель гостей – увидеть, как в образовательных заведениях уделяют внимание и другим лингвистическим дисциплинам. А с этим проблем у учащихся нет, к примеру, с английским. Международный язык сменяется русским. Школьники мастерски обыгрывают одной из сцен знаменитого романа Булгакова «Мастер и Маргарита», а после окончания небольшого путешествия по уголкам школы – конечный пункт для всех – актовый зал. Приветственное слово перед началом семинара взял заместитель министра образования региона Асхаб Дудургов. Все мы с вами, остальные коллеги, это мы люди, которые призваны для создания доступных, должных, нужных и необходимых условий для того, чтобы нашим педагогам хотелось учить, а детям, у детей, чтобы было желание учиться. Так вот, я желаю нам всем с вами достичь этой главной цели, чтобы наши дети учились с удовольствием, а учителям, чтобы было желание их учить и неиссякаемой энергии, чтобы их сопутствовало всегда. Но как учителю привить ребенку родное слово? Ответить на этот вопрос попытаются докладчики, которые решили поделиться своими практиками преподавания сохранения родного языка. В их числе и Ашат Картоева, учитель лингвистского языка и литературы. В школе часто спрашивают учителя молодые, как привить любовь к родному языку. Я думаю, что для этого нужно использовать все средства, особенно ингушскую лексику. Она богата, многообразная лексика. Нужно начинать с фразеологии, с пословиц, с поговорок, со сказок. Богатое очень устное народное творчество. Некоторые преподаватели его напрочь забывают, начинают прям по плану. Но нужно находить на уроке определенное, как уделять время для того, чтобы именно 5 минут, 6 минут, для того, чтобы привить любовь к языку. То, что любовь к родному языку можно привить через устное народное творчество, поддерживает и Ирина Голанова. Член Ассамблеи народов России выступила перед слушателями в онлайн-формате. Отмечает, что родную речь формируют именно в семейном кругу. Для этого нужно не только общаться на своем языке дома, но и записывать аудио или видео-энциклопедию с различными диалектами, сказками, пословицами и поговорками. А для того, чтобы это вышло за пределы республики, я приглашаю принять участие во Всероссийском фестивале семейных театров. У нас уже были замечательные примеры, когда легенда одного рода, одного из народов Кавказа, легла сначала, была записана на родном языке, а потом была переведена на русский, и на русском была поставлена пьеса о легенде. Таким образом, частная история небольшого количества людей стала достоянием всей большой России. Но как бы ни уделялось внимание ингушскому школе, у детей в первую очередь должна быть мотивация его учить. С этим мнением согласна директора Нии Нина Барахоева. За 20 лет институт подготовил неплохую образовательную базу на родном языке в виде ингушско-русских словарей, грамматики. Ну вот парадокс. Учебные пособия есть, но на ингушском в регионе говорят хуже, чем раньше. И одна из причин кроется в процессе информатизации. На просторах интернета наши школьники и жители чаще общаются на русском. Вот то, что сегодня здесь озвучивалось, мне понравилось больше то, что вот это гаджетизация языка. Носить наш язык ингушский, какие-то программы разрабатывать, электронные, компьютерные, чтобы ребенок, в принципе, это видел так же, как видят и русский, и английский язык. Он может изучать его при помощи компьютера и вот разного рода гаджетов. Вот это, мне, например, это очень импонирует, и я вижу это даже по собственным детям. Создать различные приложения и сайты на родном языке. Более того, загружать в аудио или видео формате книги на нем. Идея по душе пришлась и Марине Плиевой. У слушателей лекции возникает вопрос, как через информационные технологии добиться популяризации родного языка в школе, не используя при этом различные гаджеты на уроках. Я поддерживаю действительно телефоны. Это просто зло сейчас. То, что мы наблюдаем в школах, это просто нереальное зло. Но и в то же время, и об этом говорит сейчас спикер, мы должны эти информационные технологии, это все новое, как-то адаптировать к жизни наших детей прямо в школе. В том числе к изучению родного языка. Если у нас будут современные технологии для изучения детьми родного языка, я думаю, мотивация заметно повысится. Использование проектной, например, технологии, использование, например, того же интерактивного комплекса для изучения каких-то тех конкретных. Популяризация родного языка – тема не новая, но значимая. Ведь именно с ним неразрывно связана национальная идентичность любого народа, его обычаи, традиции и культура. И с помощью этого семинара гости и слушатели лекции надеются помочь приблизиться к решению этого вопроса. В конце встречи гости также планируют провести небольшое собрание уже с родителями учащихся, посвященное этой теме. Дана Плеева, Магомед Шоухалов, Новости 24.